Всем привет и ассаламу алейкум на моем канале. Сегодня я буду готовить для вас именно для вас люля-кабаб. Для этого надо мясо говядины надо и курдюк баранины. И очень важно взять курдюк от такого барана, который горский баран, в горах бегает, он не живет в сарае и не спит в своем навозе. Потому что бараны, которые не горские, они пахнут очень плохо. Ой, какой запах прекрасный. Нужен лук, который сперва через мясорубку пропускаем и который сжимаем и жидкость от лука выкидываем. Сам мякоть оставляем, а жидкость выкидываем. Для этого нам нужна марля, больше сюда ничего не надо. Ну, такое блюдо сделать дома легко, конечно. А в горах, в лесу, в полевых условиях никто его не делает, потому сложно его делать. Подскажу, как его в горах делать. Надо сперва дома подготовиться к этому и остальное сниму и посмотрите, как в горах это делается. Поехали сейчас. Я считаю, что каждый кавказец должен уметь готовить люля-кабаб. У нас в Грузии, я не хочу привязывать люля-кабаб к какому-то народу, какой-то нации, типа там это армянское народное блюдо или азербайджанское народное блюдо. На Кавказе все делают люля-кабаб. Это однозначно. Хочите там, ругайте меня в комментариях. Хотите, не ругайте. На Кавказе все его делают. Само произношение кабаби есть на всех языках. Не буду привязывать никакому народу, но я жил в Грузии и научился это делать в Грузии. Есть такой регион, называется Марниули. Город там, городок маленький Марниули. В этом городе есть известное заведение рядом с базаром, где делают эти люля-кабабы. И они очень настолько популярны, что там, наверное, в день тысячи-тысячи пятьсот штук этих люля-кабабов делают и продают. И кто бы ни проезжал рядом с Марниули, заезжая туда, чтобы покушать этих люля-кабабов, известных люля-кабабов. Делают эти люля-кабабы там азербайджанцы, но это Грузия. Я не хочу говорить, что это азербайджанское народное блюдо или же грузинское народное блюдо. Но по факту самые вкусные люля-кабабы, где я когда-либо ел, это Марниули. Это Марниули, это делают азербайджанцы, а Марниули территориально находятся в Грузии. Бросается сюда еще Сумах. Сумах это грузинская специя, которая делается из барбариса, сушеного барбариса. И в гранулах сыпят на готовый люля-кабаб. Но если вы попадете в Марниули, обязательно зайдите на этот рынок и покушайте этих люля-кабабов. И потом напишите мне в комментарии, был ли я прав или нет. Эти люля-кабабы стоят необыкновенно, неадекватно, дешево. Относительно ресторанах. В ресторанах это очень дорогое блюдо. А именно в Марниули, в этом кафе, его делают очень дешево. Но это стоило тогда 3 лари. Сейчас я не знаю уже сколько будет стоить. Но за 3 лари такую вкусную люля-кабабу нигде в Грузии и нигде на Кавказе больше не покушаешь. Вот у меня здесь стоит с большими дырочками. Сперва пропускаем через большие дырочки. И всю смесь, которую уже пропустили через большие дырочки, потом второй раз пропускаем через маленькие дырочки. И все. Сейчас, когда уже у нас все закончилось, надо пропускать через мясорубку лук. Мясо убираем. У грузинов есть такое выражение. Дедас ватиреп. Это значит, что я заставлю твою мать заплакать. Вот сейчас лук заставит меня заплакать. Мелко нарезаем лук, чтобы оно пролезло через шахту мясорубки. Марлю приготовим. Лук готов. И сжимаем жидкость. Из-за этой жидкости потом мясо на шампуре не держится. И оно кипит внутри этого мяса. И с него капает прямо на огонь. А если лука не бросать в фарш, люля-кабаб становится очень жестким. Очень жестким и несочным, сухим. Его хорошенько смешиваем, чтобы жир, лук и мясо смешались. А потом еще раз пропускаем через мясорубку. А само слово люля это турецкое слово. Это значит, люля это значит трубка. Даже некоторых стройных женщин обычно в пошлом виде называют, ой, какая она стройная, как люля. Если переборщить, то есть чуть больше бросить жира, то есть курдюка баранева, тогда есть опасность, что будут очень частые пожары. Надо подготовиться с этим сбрызгалкой. Если будут пожары, тушить огонь, который слишком опасен. Сейчас начнем самое главное. Надо его хорошенько отбить. А то он не будет держаться на шампуре. Кроме черного перца. Ой, какая прелесть. Настоящий молотый черный перец на моих глазах. Ой, какой аромат. Какой аромат у черного перца есть, ни у какого перца нет. Моя дочка любит красный. Можно чуть-чуть красного добавить. Чуть-чуть. Просим, чуть-чуть красного перца. Начнем работать. Это все надо набить, растоптать. Не знаю, как это по-русски называется. Но если буквально переводить с азербайджанского, с грузинского, то это называется отбить. Отбить. Я не знаю, если я по-русски что-то неправильно говорю, то простите меня и не ругайте в комментариях. Я не русский. Учтите это и делайте скидку. Для меня. Вот так вот такой кусок делаешь. Потом его бьешь вот так. Раз. Берешь. Еще раз бьешь. Два. Берешь. Смотрите, чтобы мясо не по всей квартире и по всей кухне не летало. А то я человек неженатый, мне никто претензию не сделает. А вас могут за это наказать. Вот такой ком. И его стреляем вниз. Меня-то ругать не ругают, но мне чистить самому надо. Потом я более аккуратный. И носки не разбрасываю по комнате. Если жира сделаете много, будет пожар. Если лука сделаете много, она будет падать, не будет стоять. Если мяса сделаете много, она будет очень сухой. Надо найти золотую середину. И не мяса много, и не лука много, и не жира много. Больше всего вложите сюда сердце, как мое сердце. И у вас будет шикарный люли-люли-ка баби. Люли-люли-ка баби. Все Материал готов Завтра едем в горы Остальное посмотрите там в горах На следующий день, когда Вечером я приготовил Подготовку к люля-кабабу Мы должны были встать с Лешей У меня был гость, альпинист Мы должны были встать в 8 часов утра И поехать в горы, чтобы там Приготовить наши люля-кабабы Походу отдохнули бы я хотел Леше показать Кахтисарский каньон И еще хотел показать Даргавс И походу хотели там Двух зайцев хотел убить с одного выстрела Как я это люблю на охоте делать Но из-за того, что было Пасмурно, моросило Мы легли обратно спать Но чуть позже Опять посмотрели, опять позавтракали Подождали чуть-чуть погоду, чтобы чуть-чуть потеплело Была такая холодрига В конце концов мы выехали Я, будучи Рожденный на Кавказе Вырос на Кавказе Я забыл один факт Что если в городе пасмурно и снежно То в городе Это одно А в горах Мы же выше поднимаемся А город находится на 650-700 метров Мы поднимаемся на 1200-1500 Если Архонский перевал поехать Это получается 2500 А если на Цейский ретрослятор поднят Это 2830 метров на машине едем Ну, короче, мы пока поехали Пока я ему показал Кахтесарск Каньон Кахтесарский Да, вот сейчас машина едет на Кахтесарском каньоне Мы там пока дрона впускали Дроны летели Несколько дублев сняли Время ушло И мы там видим Такая погода шикарная А зимние же дни они короткие Ну, пока мы приехали в Даргавс Он захотел Даргавс снять на дрон Пока отпускал дрон Снимал дрон Вот, кстати, Даргавс 16-17 век Вот в каждом вот этой гробнице По 70-80 трупов лежат И большинство из них В идеальном состоянии сохранились Мумии Даже ребенок там есть У которого нога сломанная Завернутая в ткани Древние ткани, плетеные ткани Даже ткани там не гниют Чему я очень сильно удивляюсь Даже есть 16 века Мумии, у которых борода И кожа лица И волосы сохранились Я в ужасе, когда захожу Смотрю И кости, и черепа там лежат Точно очень похожие Такие гробницы Есть еще и в Ингушетии И в Дегорском ущелье Есть формы Основном похожие Но я ничего не буду рассказывать Про них Если захотите Это другая совсем история А сейчас у нас история Про люля-кабаб Ну дальше Дальше мы пошли Сели Пока мы костер разжигали Пока видео снимали Солнце уже уходит За горизонт А горизонт Там же горы Горы и есть горизонт Мы должны были успеть За короткое время Разжечь костер Сделать люля-кабабы И снять материал И потом сесть Спокойно покушать Кстати Я воспользуюсь случаем Хочу отблагодарить Того человека Который сейчас Если посмотрит это видео Увидит вот это место Этот человек Который поставил На этом месте Лавочки Три лавочки И стол Этот труд Я оценил Очень высоко Я очень благодарен Этому человеку Я не знаю Кто этот человек Да Да вознаградит вас Всевышний Если вы видите Это видео И слышите нас Тем более Вы выбрали Такое шикарное место Что там Ну сколько я там Не был со своими гостями Там ни разу Не было ни ветра Ни плохой погоды Спасибо вам большое За ваш труд Так что Посмотрим дальше Как я буду готовить Все Ну конечно Я еще должен Успеть Это все сделать Пожарить Пока солнце не зайдет Тупой По делам идешь Выйди пораньше Спокойно Делай дела Хитрость Этого Люля-кабаб Чтобы делать Его в лесу В горах Как мы сейчас пришли Это горячая вода В термосе Нужна горячая вода Потому что Без горячей воды Когда ты хочешь Сделать Насадить его На Шампур Руки Липнут И шампур Как ты сжимаешь Мясо Так же разжимается А когда рука У тебя Теплая Горячая Смытый жир В этот Кипят С кипятком Желательно Чтобы он был Очень горячий Тогда мясо Не липнет К руке И ты его Сжимаешь На шампур Вот так И он остается А рука Липкой Липкость Смываешь Когда на шампур И насаживаешь Их Очень важно Запомнить Чтобы подальше От рукоятки Здесь твоя рука Работает Она поворачивается А от огня Чем дальше Ну кончику Ближе надо сделать А не вот сюда Сделать Потому что Чем ближе К огню рукоятка Тем она греется И обжигает Это постоянная ошибка Новичков Кто шашлыки делает У них руки Руки обжигаются Обязательно Вот такая Дощечка Нужна Чтобы на дощечку Поставить Ты же его На стол Не поставишь И он Сразу же Сдеформируется А на дощечку Поставишь Он будет На весу Намочил руки Мы поздно Вышли из дома И пришли сюда Совсем неудобное время Сейчас через полчаса Солнце уйдет Нам надо успеть Эти полчаса Пожарить Эти шампуры Вот так Уже липнут Как сжимаешь его А на месте с этим Разжимается Потому что Липнет к руке А вот так смыл Жир с руки Она хорошо сжимается Если ты его Если люля-кабаб Сделать толстым Он будет сочным Но его надо Хорошенько Обжарить Что внутри сырой Не остался Если его сделать Тонще Он быстрее готовится Но он Бывает сухим Я люблю Когда она Толстая И внутри сочная Я думаю Я думаю Что мы успеем Пока солнце не уйдет Ни шаалла Ссориться? Нет Сделать шампуры Хотя бы На солнце Снять на видео Солнце сейчас уйдет Будет не очень светло А у нас такого освещения нет Чтобы снять Хорошие моменты Как будем кушать А самое страшное Здесь резко холодает Когда солнце уходит И еще одна заметка Углей должно быть много Костер должен быть очень сильный Для кого любят Когда костер очень сильный И расстояние между углями Должно быть минимальное Очень близко должно быть И помидоры для него Очень важны Потому что В его соку В помидоровом соку Надо макать Люля-кабаба И кушать И культура Люля-кабаба В том Что его кушают Обязательно С этими С лавашами Тункими лавашами Которые в природе Называются Армянскими лавашами Я не знаю Сейчас Азербайджанцы На меня набросятся Или не набросятся Но в Владикавказе Его называют Армянскими лавашами Кстати Кто их продает И все они армяне И кто Из азербайджанцев Его не продает Так что Не ругайтесь Лаваши готовы Сейчас Последний штрих Это будет еще Надо Готовыми Они выглядят Вот так Вот так Берешь его Раз И кладешь Раз И кладешь Раз И кладешь Убираешь Горелые шкурки И каждому Как говорится Другу Клиенту Или же себе Кладешь Прямо В тарелку Давай сюда Давай сюда Чуть-чуть Вот так Помидорчика Нарезал Чуть-чуть Вот так Успели Пока солнце Ой-ой-ой-ой-ой Это что за Лу-ой-ой-ой-ой-ой Кабаб И сверху Запускаешь Я забыл Обязательно Самый обязательный Для лу-ля-кабаб сумах сумах грузинский сумах это барбарис сушеный он чуть-чуть кислинку дает горький перец турецкий который бомбический как от которого горит два раза успели солнце не ушло рецепт называется успеть до захода солнца вот эту вещь когда она впитала себя чуть-чуть этого жира когда на него мы сняли вот так заворачиваешь это так заворачиваешь его все на этом для кого закончился всем пока ассалам алейкум